В Мэриел началась подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. В шести районах уже работают комиссии по приемке школ. На сегодняшний день представителями Роспотребнадзора проверено более 50 школ, принято из них 46. Основной причиной отказа в готовности является в невыполнении таких предписаний, как укомплектованность классов столами с регулятором наклона, исправность санитарно-технического оборудования, проведение ремонта мест общего пользования, отсутствие разбитых оконных стекол. Работа по приемке образовательных учреждений будет продолжаться вплоть до конца августа. Между тем, 370 уже вчерашних школьников в разгар лета все еще остаются за партами. В регионе, как и в России в целом, продолжается вторая волна сдачи единых госэкзаменов. Среди сдающих ЕГЭ выпускники прошлых лет, не преодолевшие минимальный порог сдачи, недавно отслужившие в армии молодые люди и те выпускники, кто по каким-то причинам не смог сесть за парты в основной период сдачи единого госэкзамена. Контроль сдачи ЕГЭ в ведении сотрудников Центра информационных технологий и оценки качества образования. Кстати, именно для ЦИТОКО строится одно из зданий на правобережье Малой Кокшаге. Центр информационных технологий и оценки качества образования, или проще говоря, ЦИТОКО. Организация сравнительно молодая. В МРИЛ она появилась в 2002-м, когда госэкзамен стал обязательной формой аттестации школьников. Сегодня ЦИТОКО – это четыре отдела стратегического планирования, технической поддержки, педагогических измерений и автоматизации образования. В них работают 43 сотрудника. Сбор и первичный анализ данных по ЕГЭ, а также совершенствование информационно-технического обеспечения позволили начать проведение настоящего мониторинга качества образования. Последние семь лет ЦИТОКО арендует несколько помещений в Ишкаролинской школе номер один. Строительство отдельного здания для ЦИТОКО стало необходимостью. Нам недостаточно помещений для работы предметных и конфликтных комиссий. Нет специально оборудованных типографий со звукоизоляцией, потому что согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации с текущего года распечатка контрольно-измерительных материалов происходит в центре. Наш центр работает по двум направлениям. Это оценка качества образования и информатизация образования. Для работы по данным направлениям нам необходимы не только специально оборудованные помещения для размножения материалов, но и учебные кабинеты, компьютерные классы. Таких помещений в данный момент нет, и мы арендуем их в других школах нашего города. Еще в начале текущего года ведущуюся здесь стройку выдавало только ограждения забором. Тогда строители только приступали к кирпичной кладке нулевого этажа. Сейчас общий вид здания из проекта сметной документации перенесся на правобережье малой как шаги. Трехэтажное здание общей площадью более полутора тысяч квадратных метров полностью готово к кровельным работам. Уже сейчас во всем здании установлены пластиковые окна. Был заключен контракт с Министерством образования на сумму 78 миллионов рублей. На сегодняшний день освоено 28 миллионов рублей. То есть выполнено весь объем кладки. Приступили к кровельным работам, которые закончим до 1 августа. И установим оконные блоки тоже до 1 августа. Значит, задача сегодня главой правительства республики поставлена, значит, приступить к штукатурным работам, к отделающим работам. Закончить до 1 сентября благоустроиться вот со стороны улицы набережной. В новое здание Центра информационных технологий и оценки качества образования протянут оптоволокно. Установят видеонаблюдение, систему контроля учета доступа в помещении, автоматическую систему пожарной сигнализации. Оборудуют отдельную серверную, два учебных класса и конференц-зал. Не просто комфортные условия работы сотрудников центра, а прямая необходимость для всех, кто когда-нибудь сдавал или еще только будет сдавать единый государственный экзамен. Сегодня мы посмотрели здание ЕГЭ и как оно строится. Это жизнь необходимый объект. Поскольку единый государственный экзамен вошел в нашу жизнь и как неотъемлемая часть. У всех есть дети и мы прекрасно понимаем, насколько важно здание, а сдача единого государственного экзамена. Это поступление в ВУЗы, это получение оценки достойной. У нас сегодня нет помещений специализированных, где проходила бы и подготовка преподавателей, которые ЕГЭ принимает. И установлено было специальное оборудование, где спорные вопросы решались, где наглядная документация готовила, где наглядное пособие печатались. Ничего этого нет. Сейчас, к сожалению, центр ЕГЭ находится в арендованных в муниципальном образовании нескольких помещениях. И вот от этого и качество, между прочим, издачи экзамена страдает. Поэтому мы приняли решение построить специализированное здание, оно необходимо, как так же, как необходимо, как школа, как детский сад, как пищеблок в детском саду. Невозможно, да? Вот так же невозможно и без здания специализированного для сдачи единого государственного экзамена. Одним из приоритетных направлений работы правительства республики остается контроль за качеством образования не только в столице, но и в районах Мариел. Так уже с сентября будет открыта новая школа на 180 человек в селе Русский Шоек Уженерского района. В это же время откроют свои двери и новое здание школы на 380 мест в поселке Шелангер Звениговского района. Продолжается строительство и ФАПов. Так уже открыт фельдшерско-акушерский пункт в Сенькине. Еще 14 распахнут свои двери в текущем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова